Дурак. Рисовался как безумный человек. Он, посмотрите, стоит на колоде Висконтис Форца с дубиной в руках. Почему? Зачем этому человеку дубина, как вы считаете? Почему он одет в тряпье какое-то рваный? У него спущены, внимание, штаны. Он стоит без штанов, в голове у него торчат перья, странный подбородок, очень непонятный подбородок у данного персонажа. В общем, перед нами какой-то безумный сумасшедший, сбежавший из леса или из дома, в котором, собственно, его пытались содержать. У человека перья в голове не случайно, потому что перо, перо, оно почему-то сохраняется и до сих пор. Палка вот эта в руках нашего дурака тоже почему-то переходит из колоды в колоду, но просто она трансформируется. И перо, оно меняет свое значение. Если изначально, да, наш дурак явно был безумным, дикарем, то с течением времени он становится в том числе и ребенком почему-то. Ребенком или каким-то божеством, рогатым причем. Давайте посмотрим на эволюцию этого образа. Это очень любопытно и важно будет заметить, то, насколько каждый из этих персонажей, каждый из этих прорисовок дополняли глубину, да, дополняли глубину этого образа. В марсельской колоде Таро дурак уже идет, путешествует с некой котомкой, с неким багажом. Идет вперед, надет он в шотовской наряд, с губенчиками, в разноцветное тряпье, но при этом, при всем, на него сзади нападает рысь, или собака, или хищная кошка. В общем, нападает на него хищный зверь. Предположительно, это рысь, предположительно, это все-таки что-то из кошачьих. Но, как мы можем посмотреть на остальные колоды Таро, рядом находящиеся, дурак может, смотрите, изображаться и с волком, и с псом веселым, и с тигром, который кусает дурака за ногу. На колоде Алистер Кроли как раз-таки такой сюжет и изображен. Дурак, которому пытается некая дикая кошка или собачка спустить штаны, и это марсельская Таро. То есть, мы видим дурака в неприглядном виде. То есть, он выглядит опять глупо, нелепо. Он не понимает, что оголяет свои ягодицы. Это смешно. Это не просто даже смешно, а и омерзительно, и... Как это сказать? Абсолютно неуместно. Допустим, это будет так. Что происходит дальше? Допустим, следующая колода – это колода Золотой Зари. На Золотой Заре каждый адепт, приходя в это общество, рисовал свою колоду. Он рисовал сюжет своей колоды Таро. Когда вступал в общество, и с течением времени каждый адепт Золотой Зари, этого тайного ордена, открывал для себя старший аркан, можно сказать, с новой стороны. Видел в нем оккультное значение. И поэтому дурак в исполнении этой колоды, в исполнении адептов, мог изображаться как невинное дитя. Невинное дитя, не понимающее того, где он находится. Рядом с ним часто рисуют хищного зверя. В частности, это волк, находящийся на привязи. То есть маленький мальчик или маленькая девочка, просто ребенок, гуляет по миру. Вокруг него неизвестный мир. Гуляет он не просто с собачкой, а с диким волком, который в любой момент может напасть на ребенка и уничтожить его. При этом дурак тянется к разным родам предметам, ну или там, не знаю, к цветам, или к плодам. Может быть, он пытается познать этот мир. И аркан сам по себе не несет какой-то угрозы. Все исполнено в желтых, зеленых оттенках. Как сказать, возрождающийся мир. Новый мир, зеленый мир, свежий мир. Но при этом при всем присутствует опасность. При этом при всем есть некий риск. Сохраняется риск и в колоде Артура Уэйта. Артур Уэйт состоял в ордене Золотой Зари. Он не мог разглашать при этом при всем тайны этого ордена. Он не мог описать каждый аркан подробно. Он не мог объяснить людям словесно. Потому что он давал обет молчания, можно сказать. То есть изначально нельзя было разглашать секреты данного общества. Поэтому он все зашифровал в образе. Он все зашифровал в картинке. Все, что хотел, мы можем прочитать по картинке. Есть книги от Оро, оставленные Артуром Уэйтом, но они не дают, к сожалению, всей картины, всей глубины и всех истинных значений аркана, которые спрятаны на самом деле на самом видном месте. Опять в изображении этого дурака мы разберем. Он рискует сорваться вниз. Он рискует упасть вниз. Мы не видим этого ранее. Может быть, конечно, изначально первое изображение Таро Висконти Сфорца подразумевало это. Может быть, он там где-то должен сорваться, потому что перед ним виден овраг. Но вряд ли. На некоторых колодах там тоже рисуется такой овраг. Потом дурак путешествует где-то, ходит на Марсельском Таро. Потом дурак стоит возле дерева, ну, допустим, дерева или куста какого-нибудь, и рядом с ним находится зверь. И он может попасть в зубы этому зверю. А в Таро Артур Уэйте человек, дурак, может упасть. Но здесь, наверное, не упадет. И не упадет, скорее всего, уж точно. Почему? Потому что он связан с определенными образами. О них мы поговорим. Не случайно вы пишете, что он похож на птицу. Так и есть. И перейдем тогда уже к заключительному аркану Таро Алистера Кроули, Таро Тота. Дурак в зеленом вновь костюме. Зеленый цвет – это главный цвет этого аркана. Почему он несет в себе идею нового мира, обновления, весны, рождения чего-то подобного траве? То есть гибкость. В этом аркане дурак изображается почему-то с рогами, в виде некого божества, держащего в руках разные предметы. Видим виноградные, как это сказать, ягоды винограда, или как это сказать. Уже не могу подобрать слова, к сожалению. Видим виноград, видим бабочку, видим кадуцей, видим кусающего за ногу дурака, тигра. Под ногами у дурака находится еще и крокодил, и голубь летает, и вообще весь этот аркан похож на некую водоворот. Водоворот. Тут много событий, много разного рода информации содержится в этом аркане. Все закручено, все находится в движении, все находится при этом в хаосе. И хаос – важное понятие данного аркана, важное, ключевое понятие этого аркана.